Ростов сегодня это первый раз не только в первый класс, но и в новую школу. Она открыта в микрорайоне Вересаева и готова дать ученикам полный набор уроков и дополнительных занятий. Это старт программы поощрения привитых от коронавирусов, которые разыграют тысячу призов по 100 тысяч рублей, и новый глава железнодорожного района Ростова. А также мать и дочь, найденные зарезанными в своей квартире, задержание фальшивомонетчика и пятилетие системы 112. Ростов сегодня это поход на Старый Базар за тем, чтобы показать, где раки проводят лето, и два серебра донских спортсменок на Паралимпиаде в Токио в плавании и беге на 100 метров. А еще это выставка к столетию мастера акварели Владимира Буримова с пейзажами Дона и Таноиса и переключение погоды на осень за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу два праздника, День знаний и торжественное открытие второго корпуса школы номер 22 отметили сегодня в микрорайоне Вересаева. Эта новая школа теперь самая большая в Ростове. В первую смену там смогут заниматься 1434 ученика. А сколько там всего можно делать после уроков, перечислять и перечислять. Спорт, танцы, рисование, киберспорт, чтение, стрельба, информтехнологии. В общем, того, чего в этой школе для ребенка нет, губернатор не нашел. Мы из нее будем учиться, читать, обедать и рисовать. Чтоб учиться, чтоб поумнеть, потому что я все лето в телевизоре сидела. Первый звонок для этих желающих учиться прозвенит в совсем новенькой школе номер 22. Начинающим ученикам повезло вдвойне. Праздничные линейки разрешены только для них. И к тому же они первыми увидят новое место учебы. Мой ребенок может спокойно прийти в школу сама, когда подрастет. И нам удобно, без опозданий, можем присутствовать в школе на уроках. Второй корпус 22-й школы в четыре этажа возвели всего за год с небольшим. На строительство и оснащение пошло полтора миллиарда рублей. Здесь есть свой спортклуб, аналогов которому по охвату различных видов спорта в Ростове нет. Одних только спортзалов, в нем шесть. Нас полями выгнет спину радуга-дуга. В концертном зале 950 мест, две столовые на 700, киберарена и айти-центр, в нем же библиотека. Я специально расположил ее в этом центре, айти-центр, для того, чтобы было что-то классическое, было что-то красивое. И какая-то альтернатива должна быть цифре, цифровым, всем этим, и компьютерным технологиям. Мне хотелось, когда я выбирал эти книги, чтобы дети хотели их полистать. А для желающих пострелять даже есть свой 50-метровый тир. Все занятия будут вестись в односменную, а вторая половина дня эта школа предоставит детям возможность получать различное, многопрофильное дополнительное образование. Это и спорт, это и культура, это и другие виды спорта, и киберспорт, и кружки творчества, это и художественная самодеятельность, это и бальные танцы, спортивная гимнастика. В школе присвоено имя дважды Героя Советского Союза маршала Баграмяна, возглавлявшего операцию по освобождению Ростова. И первая экспозиция школьного музея, естественно, посвящена ему. Пытался найти то, чего здесь нет. Я не нашел. Здесь есть все, чтобы привлечь ребенка, удовлетворить его любознательность, потребности практически во всех направлениях. Это современные классы, классы робототехники, классы новых технологий, музей, который здесь тоже будет располагаться, и сейчас его уже создают, он практически частично заполнен. 22-я школа на сегодня самая большая в Ростове на 1434 места. Но уже скоро ее обгонит школа, которую строят на месте рынка привоз. Уже мы начали строиться в самой большой, самой современной школе на юге России, на 1650 мест в Советском районе. Сегодня нами уже и с губернатором определены перспективы на будущее. У нас сегодня есть уже план, и в следующий год приступить к капитальному ремонту шести школ, строительству еще четырех школ. Учебный год в Ростове начинается для 115 тысяч школьников. Мария Филинкова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Учебный год начинается сегодня для всех, но день 1 сентября полностью принадлежит, можно сказать, только первоклассникам. И дело даже не в том, что в пандемийное время только им разрешили построиться на линейке. Главное, что только для них все в этот день делается в первый раз, и сборы сравнимы с подготовкой к космическому полету. Ангелине Ананьян всего 7 лет, а она уже хороший повар. Точнее победитель детского чемпионата BabySkills в номинации «Поварское дело». Жюри она успешно накормила салатом «Витаминная фантазия». Помидор полезен кальцием и магнием. Огурец полезен для пищеварения. Болгарский перец полезен витамином С. Теперь Ангелине придется готовить гораздо чаще. И не салаты, а домашнее задание. Девочка идет в первый класс и уже многое о нем знает. Там будут мои подружки, там будет много разных кружков, там будут интересные предметы, там будет самая лучшая учительница, которую я знаю. А еще Ангелина знает все буквы, умеет писать, считать и читать. Так что к школе готова. Осталось уложить в новенький рюкзак книжки, письменные принадлежности и, конечно же, дневник. Как говорит Ангелина, он в этом наборе самый важный. Ну вот портфель собрали. И сразу стало ясно – учеба – дело нелегкое. Ой, тяжелый. Собирать первоклассницу – дело хлопотное, но приятное, говорит мама. Пришлось обижать не один магазин, чтобы купить все самое лучшее. Она с нетерпением ждет этого первого сентября. Для меня это вдвойне получается волнительно. Все эти сборы для девочек – это особенная процедура сборов. Это отдельные сарафанчики, туфельки, бантики. Ну, мальчикам как-то это не так было трепетно, как девочкам. И вот он – тот самый долгожданный день. Ангелина будет учиться в 32-й школе, которая для ее семьи буквально как второй дом. Ведь именно ее окончили мама, папа и даже дедушка. А сейчас учится брат. Главные герои дня знаний, конечно, первоклассники. К новой для себя роли, кажется, и привыкать не нужно. Если шагнуть в школьную жизнь, хотелось давно и серьезно. Первый раз в первый класс. Актуально для почти 15 тысяч ростовчан. Татьяна Цепелева, Сергей Вишняков. Первый ростовский. Госпрограмма поощрения привитых от коронавируса стартует сегодня. До 1 декабря будет проведено два розыгрыша денежных призов. Выигравших будет тысяча человек. Сумма выигрыша – 100 тысяч рублей. Такую лотерею правительство решило устроить, чтобы выразить признательность сознательным гражданам, которые позаботились о своем здоровье и защитили близких. Участвовать в розыгрыше смогут все граждане старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации любой российской вакцины. Главное, чтобы в личном кабинете на портале госуслуг был QR-код. Он и будет лотерейным билетом. До 1 декабря на сайте лотереи бонус-за-здоровье.рф проведут два розыгрыша. Победителей случайно выберет компьютер. Даты розыгрышей сообщат дополнительно. Так что еще можно успеть вакцинироваться и стать их участником. В Санкт-Петербурге вчера 500, сегодня 1300. Так и вышла общероссийская статистика по коронавирусу снова на 18 тысяч инфицированных. Хотя и не на много. В Ростовской области таких резких колебаний нет. 479 новых случаев заражения сегодня на два меньше вчерашнего. В Ростове 197 положительных тестов. Показатель смертности стабильно высок. Еще 28 больных с ковид спасти не удалось. В том числе 41-летнего мужчину. Остальным умершим 59 лет и больше. На инвазивный ИВЛ в тяжелом состоянии 34 пациента. Привились от коронавируса за сутки 7,5 тысяч жителей региона. И общее число вакцинированных теперь 1 миллион 445 тысяч. В целом по стране заболевших больше 18 тысяч. Умерли 790 человек. Почти 18,5 тысяч выздоровели. Страшную картину увидели правоохранители в квартире в центре Ростова. Мать и маленькая дочь зарезаны. Но самое страшное, что судя по всему сделала это все сама женщина. Подробности жуткого дела у ростовского городового. Также Анастасия Фериченкова расскажет о ненастоящем счастье фальшивомонетчика и уголовном деле после ДТП с электросамокатом. Ростовский городовой на страже информации. О самых заметных событиях этого дня расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. 32-летняя женщина и ее годовалая дочь найдены мертвыми в своей квартире дома по Халтуринскому. На телах колото-резанные раны. Но что поразительно, входная дверь заперта изнутри. По данному факту, следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что каких-либо повреждений, окон, дверей и замков в квартире не имеется. Входная дверь была заперта изнутри. Соседи почувствовали резкий запах из квартиры и вызвали полицию. Есть информация, что женщина увлекалась черной магией. И незадолго до трагедии рассуждала в соцсетях о смерти. Возможно, она сама убила дочь, а потом покончила с собой. Закладки пользуются успехом не только у наркоторговцев. Через них, оказывается, и поддельные деньги продают. На афере с фальшивками попался 37-летний житель шахт. Приобрел купюры номиналом 3,5 тысячные купюры с целью сбыта. Две купюры номиналом по 5 тысяч рублей находятся дома. Готов выдать их. Фальшивые деньги купил через интернет, забрал в тайнике и отправился за покупками. Толкнуть фантики удалось не с первого раза. Но неудача не остановила. В один магазин зашел, сказали, что поддельная. Во второй зашел, купил. Но фальшивое счастье длилось недолго. Все купленное пришлось вернуть. Остальные поддельные купюры полицейские изъяли дома при обыске. Финансовый делец под стражей и до магазина теперь дойдет не скоро. За такую фальшивую закупку по статье изготовления, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг грозит срок до 8 лет колонии. 33-летний ростовчанин, лишенный прав за нетрезвую езду, решил опять порулить пьяным. И встал на электросамокат, где права не нужны. Но доехал только до легковой машины. В этом ДТП в Александровке никто не пострадал, но полицейские возбудили на пьяного водителя электросамоката, который приравнен к транспортному средству, уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». На этом у меня все, коллеги. Андрей Косенко назначен главой администрации железнодорожного района Ростова. Распоряжение подписал Алексей Лагвиненко. Новому руководителю района 34 года. Он окончил СКАКС по специальности государственное и муниципальное управление. И с 2009 по 2020 занимал различные должности в администрации города. От специалиста первой категории до начальника отдела по делам молодежи. Также работал в областном комитете по молодежной политике. А с февраля 2020 замещал должность заместителя главы администрации Кировского района. Гордума согласовала кандидатуру Андрея Косенко на должность главы железнодорожного района 17 августа. 8 секунд на прием вызова и еще 75, чтобы передать его в экстренные оперативные службы. Это регламент, которому следует каждый оператор областной автоматизированной системы 112. Ежедневно по этому номеру поступает больше 13 тысяч звонков. А первый был ровно 5 лет назад. В 9 часов 5 минут 1 сентября 2016 года. Вообще-то по номеру 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу можно было звонить еще с 2008 года. Но тогда вызов принимали, записывали в журнал и уже потом дозванивались по 02 или 03, чтобы передать информацию о происшествии. А 5 лет назад все изменилось. 1 сентября 2016 началось создание автоматизированной системы приема вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Сначала были Оксайский район, Азов, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Я заступила в составе смены на первое дежурство. В 9.05 первый звонок я его приняла, помню, как сейчас. Это было ДТП в городе Ростов-на-Дону, пересечение улицы Малиновского и Юринка, без пострадавших. Работала по регламенту, отработала, вызвала ГАИ. Очень было волнительно. И теперь волнуется каждое дежурство, признается Наталья Кузьмина. Тогда за первый день работы было принято 2000 вызовов. Теперь их суточное число превышает 13 тысяч. И еще немного цифр. За 5 лет по номеру 112 за помощью обратились 15,5 миллионов человек. Несколько секунд нужно программе, чтобы определить, какой оператор свободен, и переадресовать вызов ему. Наталья Шадрина психолог. И иногда ей для отработки мгновенно перенаправленного звонка нужны долгие минуты. Конечно же, помочь за несколько минут можно только вызову оперативные службы. А психологическая работа наносит немного иной характер, и даже не немного иной характер. Иногда приходится обрабатывать психологический вызов более часа. Все зависит от того, что происходит, потому что на кону может стоять реально человеческая жизнь. На мониторе компьютера загорается зеленый индикатор, открывается карточка происшествия. Голос поступает в гарнитуру, потому что так удобнее, не теряются драгоценные секунды. Пока вы говорите, что случилось, оператор уже соединил вас с нужной службой. В этом году система 112 продолжит совершенствоваться. Здесь готовятся выйти на новые технические рубежи. У нас выбрано это внедрение в систему видеосвязи. Эту работу у нас обеспечивают операторы-дактилологи. Еще продолжаем развитие. В этом году активно работаем по внедрению системы 112 на крупных объектах жилищно-коммунального хозяйства. Номер 112 никогда не бывает занят. Ежедневно в смене областной службы круглосуточно дежурят 12 человек, а всего их больше тысячи. Галина Белоусова, Николай Кубышкин. Первый ростовский. Продолжаем выпуск. Смотрите далее. Ростов сегодня – это поход на Старый базар за тем, чтобы показать, где раки проводят лето, и два серебра донских спортсменок на Паралимпиаде в Токио в плавании и беге на 100 метров. А еще это выставка к столетию мастера акварели Владимира Буримова с пейзажами Дона и Танеса и переключение погоды на осень за окном. Зайцы в полночь траву на поляне косили. Только было это в полдень и косил фермер, который вовремя заметил ушастово перед своим комбайном и отнес его в лесополосу. Операция по спасению зайчонка прошла успешно. За этим проследила через интернет Екатерина Лободина и готова показать, что еще умилила или заинтриговала ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали неопознанный и, возможно, летающий объект на Пушкинской и водителя, который остановился и перевел бабушку через дорогу. Подробности сейчас расскажу. НЛО приземлился на Пушкинская, судя. По зеленым следам посадка инопланетян была жесткой. Непонятную конструкцию, которую можно принять за летающую тарелку, обнаружили ростовчане. Опытные подписчики сразу же пояснили. Эту полусферу поставили, чтобы автомобили по тротуарам не ездили. В стандартные небольшие полусферы некоторые владельцы внедорожников умудряются переезжать, а такой размер их удерживает. Было, правда, и предположение, что это упала шляпа, упала на пол. Но нет, такую шляпу ветром не унесет. А это пост доброты и пионерской ностальгии. В разгар дня на сельмаши неравнодушный человек вылез из-за руля своего автомобиля и помог перейти дорогу пожилой женщине, которой, судя по видео, было очень трудно. Пользователи, конечно, в восхищении. Сразу видно воспитание. Мало таких, к сожалению, осталось. Молодец, красавчик. Делаешь добро, и оно в стократном размере вернется тебе. Но хейтеры и в этом поступке нашли причину для возмущения. В чем заключается помощь? Хотя бы до тротуара довел или домой отвез женщину? Тогда молодец. Все ради хайпа и видео в интернете. Настоящих хлеборуб зайца в поле поймает и спасет. Во время уборки урожая ушастый притаился в островке нескошенной пшеницы. Там его автор видео и поймал, и отнес в ближайшую лесополосу. Пользователи похвалили комбайнера за доброе дело. Молодец, спас душу. Видно, что добрый. Спасибо тебе, человек, что позаботился о зайке. И опять недовольные. Зачем же за уши так долго нести? Ему же больно. Хотя, судя по видео, зайцу было больше страшно, чем больно. Но он стойко перенес весь этот путь до лесополосы. Вот убираем семечку, попался зайчик, попрягайчик. Вот как-то. Вот как-то. Пойдем выпадать. А то айс приходит. Очень много. Молодцы пливаются. Это весьма улов интернет-новостей на сегодня. Коллеги, передаю слово. Спасибо, Катя. Не уходи далеко, послушай полезную информацию. Эти клешнирукие ужасно стесняются купаться в горячей воде. И если их бросить в кипяток, краснеют от смущения. А еще эти члены станоги никогда не свистят, потому что боятся потерять деньги. И только если их загнать на гору и сделать что-то совершенно невероятное, они все равно не станут свистеть. Начитавшись таких научных фактов в справочнике «Полупроводниковые приборы и народные песни рассолья», наш старобазарный корреспондент Олеся Слынько покажет, где раки проводят лето. Кто-то ими закусывает хмели-солодовые напитки, а вот в Древней Руси с их помощью избавлялись от алкогольной зависимости. Достаточно было перетереть несвежего рака в порошок и добавить в напиток. Такое питье вызывало сильную рвоту и как следствие отвращение к питью. Эти члены станоги не прочь полакомиться тухлятиной, поэтому варить их надо только живыми, умершие портятся очень быстро. А в средневековой Швеции раков разрешали есть только королевским особым и тщательно следили, чтобы крестьяне не вздумали попробовать блюда с царского стола. Но на старом базаре продавцы и покупатели на бедных и богатых не делят. Ну вот так его берешь за клешню. У нас обычно на центральном рынке раки всегда только живые. За качеством мы следим, потому что центральный рынок, он не может существовать без рыбы и раков, потому что мы проживаем на Дону. То есть это наша коронка центрального рынка. При варке они становятся красными, потому что кипяток уничтожает все пигменты, кроме хитина. А вот новогодний факт. В рецепте автора салата Оливье вареные раки – один из ингредиентов, куда-то пропавший при переезде блюда в Россию и замененный сосисками. Раков нужно, конечно, правильно выбирать. Готовый к столу рак должен быть не меньше 35 граммов, говорят старобазарные эксперты. Ростовчане у нас понимают, мы выросли на раках и на рыбе. А приезжим мы помогаем. Смотрите какой. Просто супер. Правда? Хранить их, если не собираетесь варить сразу, лучше в холодильнике. И ни в коем случае не заливать водой. Они там быстро погибнут. Цена раков колеблется в зависимости от времени года и, соответственно, их количество. От 500 рублей килограмм за самого мелкого и до 1500 за крупного. Но вот хорошая новость. Цены должны начать снижаться с середины сентября, когда улов станет больше. Старобазарные эксперты прогнозируют падение до невероятных 300 рублей за килограмм. И напоследок хирургический факт. Ракам не страшно потерять клешню, отрастет новое. А вот с хвостом такой фокус уже не работает. Ирак может погибнуть, так как не сможет нормально передвигаться. На этом у меня все. Коллеги. Спасибо, Олеся. Переходим к спорту. Всего 100 метров до финиша. Одной бегом, другой вплавь. И обе пришли вторыми. Два серебра завоевали сегодня донские спортсменки на Паралимпиаде в Токио. 19-летняя Дарья Лукьяненко брала серебро и бронзу на чемпионатах мира по плаванию среди слепых. И вот первая паралимпийская медаль. На 100-метровке брасом спортсменка из шахт приплыла второй, уступив только бразильянке. 33-летняя Елена Иванова, спортсменка намного более опытная. Заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка паралимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сегодня у нее серебро в беге на 100 метров. Первой с мировым рекордом стала китаянка. Символично, что свою медаль Елена посвятила сыну, который пошел сегодня в первый класс. Донская природа, античность, Великая Отечественная война. Такое разнообразие в акварелях Владимира Буримова. Со дня рождения этого художника прошло 100 лет. Классические пейзажи и исторические мотивы Танайса можно увидеть на выставке из 30 работ в публичной библиотеке. Нижний Дон, Мертвый Донец, эти места были для Владимира Буримова знакомы с детства. Он родился в хуторе Недвиговка. Рассказывают, что талант у него был от деда по материнской линии. В его пейзажах нет повторов, они разные по настроению, по состоянию. И если смотреть на них внимательно, возникает ощущение присутствия. Будь то вечер, садится солнце, вот эти донские травы, они как завораживают. Как будто бы сама рамка работы, она раздвигается. И когда ты смотришь, ты это чувствуешь, что можно еще пройти и посетить это место. Это почувствовать, этот запах трав. Вот это, конечно, уникальный художник. Низовой классический пейзаж, дельта Дона. И вот чувствуется в его работе именно вот эта вот свойственная именно Нижнему Дону и дельте, близость моря, вот это Донское Марево, которое всегда присутствует в его работах. Он всегда это передает состояние. Он прекрасно передавал именно состояние, природу. Таноис в сумерках. Все замирает. Владимир Буримов изучал историю этого античного города и писал акварелью свою реконструкцию, свое представление о жизни, что была там сотни лет назад. Так он решил раскрыть эту тему. Он организовал где-то в 79-м году творческую группу. Туда входили очень многие художники. И не только графики, акварелисты, там работали и живописцы. Они работали над этой темой. Они писали нынешний Таноис, как он сейчас выглядит. И также занимались реконструкцией. Он любил писать акварельные картины по-мокрому. Делился секретами с учениками. Андрей Чернявский вспоминает, что именно Владимир Пантелеевич был его репетитором, готовил к поступлению в художественное училище. Меня судьба с ним свела в 89-м году. Это мой первый учитель. Вообще с семьей Буримов меня судьба свела в 89-м году. И с Владимиром Пантелеевичем Буримовым, и с Натальей Ивановной Буримовой. Каждая работа мастера – конкретное место, рассказывает Андрей Чернявский. Стиль узнается сразу, как и пейзаж. Здесь показана такая классическая, тоже низовая, Донская степь. Это очень напоминает мотивы где-то по дороге на Рогожкино или на Логутник, на Елизаветинскую. Все эти места узнаваемы. Его работы всегда узнаваемы, всегда чувствуется, видно это место. Акварельные краски тускнеют на свету намного быстрее масляных. И такие выставки проходят в ограниченном времени. Акварели Владимира Буримова будут выставлены в публичной библиотеке до 12 сентября. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Перворостовский. Главный критерий успеха в жизни – наличие семьи и детей. Таков вывод опросов ЦИОМ, проведенного среди молодых людей до 35 лет. Дальше по списку. Карьера, материальное благополучие, работа, которая приносит удовольствие, достижение целей, хорошее образование и уважение окружающих. Так что же указывает на то, что человек успешен? Давайте послушаем, что говорят ростовчане. Семья, дети и, конечно же, карьерный рост. Может быть, просто хорошая работа? Ну, хорошая работа. Любовь к семье. Понимание близких. Много факторов. Я думаю, достаточно высокий доход, возможность путешествовать часто, возможность дать своим детям хорошее, качественное образование. Я думаю, это какие-то основные, базисные такие пункты. Сегодня критерии совсем изменились в сравнении с теми, по которым мы жили, к сожалению нашему. Ну, в принципе, жизнь хороша. Мы все стремились учиться, прекрасно работали все. Работа была у всех, работа у всех была. Ну, правда, платили все. В общем, и всегда в жизни бывают и положительные, и отрицательные стороны. Но я считаю, наше поколение прекрасно прожило. Без труда мы маленьких детей учим. Не вытащишь и рыбку из труда. Чтобы был успех, возьмите всех успешных людей. За этим стоит колоссальный труд. Над собой, над отношениями, над тем, чем человек занимается. Уверенность в себе, образование, воспитание. У каждого человека должно быть свое состояние. Каждый для себя должен определить, успешен он или нет. Ну, то есть, не в смысле чьи-то, кто-то его заслуги оценивает, а как он сам себя ощущает. Для меня, когда он реализовал свои цели, мечты, достиг чего-то, чего хотел очень давно. Наверное, это семья. И то, как человек относится к своим близким, и как он чувствует себя как личность рядом с ним. Наличие души, его внутреннее состояние. Синоптики начали осень штормовым предупреждением. Первого, второго, ночью и утром третьего сентября местами по области комплекс неблагоприятных явлений. Ливни и сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 24 метров в секунду. Места, где и когда именно все это случится, не уточняются. Но для побывавшего за окном солнечным безоблачным днем метеакора Ивана Полехина, ясно одно, осень даст о себе знать уже завтра. Вот и лето прошло, словно и не бывало на пригреве тепло, только этого мало. Уверен, что многие из вас, как и автор этих строк, поэт Арсений Тарковский, уже скучаете по лету, хотя, про прошедшему лету, хотя на дворе всего лишь только первое сентября. Но с другой стороны, другое наше все. Александр Сергеевич писал в своем знаменитом стихотворении. Помните? Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни зной, ни пыль, ни комары, да мухи. И уверен, что многие из вас также согласны и с Пушкиным, и ждали осени, этой осени, как избавление от чего-то неприятного, потного, жаркого, знойного. Ну, в общем-то, вам выбирать, какая точка зрения вам ближе, Тарковского или Пушкина. Ну, а я пока вам расскажу о погоде на завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, 2 сентября получится в Ростове дождливым. Как будто вода на небе только и ждала календарного наступления осени. Правда, ливня, как обещает штормовое предупреждение по региону, у нас не ожидается. Так, должно немного покапать. Но температуру дождь собьет основательно. На термометрах увидим максимум плюс 25, а к ночи температура вообще опустится до плюс 16. Ветер, к слову, тоже усилится к ночи. С дневных трех метров в секунду до пяти. Так что самое время включиться в учебу по полной и школьникам, и родителям. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1rostov.tv и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото, видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Арина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова